Взяли сумму диагоналей. Это А, С и Д, О. Разделили на периметры. В каких пределах может отменяться эта периметра? Почему? Потому что сумма диагоналей меньше, чем периметра. А это почему? А, С меньше, чем что? А, С меньше, чем А, Д плюс Д, С. Это да, пишите. Мы уже знаю, что решали. Может, мы и решали. Поднимите руки, кто сейчас знает решение. Посмотрите, надо. Что? Два человека, вот не знаю. Я не могу работать, когда народ, когда в аудитории два или три человека знают. Мне нужно добиться, чтобы знали все. Понимаете? Лучше я это несколько раз повторю, чем выяснится, что так уж то есть не было. Складывая неравенство сюда, можно написать два П. Потому что, ну, два П большого. Потому что видно, что там каждая страна уже... Отлично, значит, здесь меньше, чем один. Меньше, кстати, меньше, чем один. Кто снизу оценку даст, и потом еще нужно доказать, будет, что оценка не точная. На третью. На вторую. Это не доказательство. Включайте, давайте. Картинку помните, когда я не знаю. А, ну, я понял. Картинку помните? Выходи, кстати. Я знаю картинку под единицу. Я на вторую, то есть, и все. Такое, вот, и все примерно на золото. Да. Все, вы абсолютно... Чтобы вот эти три точки были бы примерно в одном месте, тогда диагональ – это вот такой длинный отрезок, а две стороны – это более-менее он же. Вот. Отлично. Значит, вы знаете, что больше, чем одна вторая, написать туда нельзя, да? Во-первых, возникает гипотеза, что там на самом деле написано одна вторая, что объяснит про единицу, что это точное неравенство. Давайте. Две точки будут почти в одном месте. Отлично. Такой вот очень-очень вытянутый кривоугольник. Тут по килограмм. Так, все понимают? Диагональ тоже по килограмм. Отлично. И это последнее. Как доказать отнижается? И это все решения. Почему сумма длин сторон меньше удвоенной суммы диагонали? Две точки в рамках. Идет по две точки. Не то. Периметр, да-да, сумма длин сторон, периметр меньше, чем 2АЦ плюс 2ВД. Почему это так? Нужно доказать одно второе? Да-да-да. А если он может тот пиамин не доказывать? Примерно просто. Рисунок может доказать только то, что отношения там бывают сколько угодно близко к одной второе или сколько угодно близко к единице. А неравенство-то нужно доказывать. Честно? Объяснится это больше на все. И что? Вы тогда будете оценивать диагональ через стороны. Нужно наоборот. Нужно длинный сторон оценивать через диагонали. А ну, тогда мы берем треугольников, мы берем треугольники, получающиеся из двух сторон, а то и диагонали. Не то. Мы берем треугольники, которые получаются из пересечения диагонали. Абсолютно верно. Из пересечения. Ребята, нужно догадаться, провести диагонали и посмотреть на эту точку. Смотрите, что у нас будет. Мы можем писать такие неравенства. А, Д меньше, чем АО плюс ОД. Согласны? Да-да-да. ВС меньше, чем ВО плюс ОС. Складываем. Получается, что сумма двух противоположных сторон меньше, чем АО, ОС, ВО и ОД. А это, вообще-то, в точности сумма диагонали АС плюс ВС. Согласны? Да. Отлично. Так мы можем то же самое сделать для других сторон. А, Б меньше, чем АО плюс ОБ. С, Д меньше, чем СО плюс ОД. И складываем, мы получаем, что А, Б, С, Д меньше, чем... Вот опять, да? АО и ОС, это другая диагональ. Вот так вот. ОБ, С, это другой диагональ. Меньше, чем АС плюс ВС. Победа? Да, все. Все.